Всем привет! Это программа «Чем живешь, Украина?». Наша команда подготовила для вас много чего интересного из жизни украинцев. Сегодня расскажем и покажем вам новый корабль в Одесском порту, Киевский мост «Долгострой» и примеру клипа «Вельбоя». Ну что, поехали! Научно-исследовательское судно, которое Бельгия подарила Украине, прибыло в Одесский порт. Корабль шел в Одессу 20 дней с украинским и иностранным экипажем. Судно «Бельгика» будут использовать для эко-мониторинга Черного и Азовского морей. «Бельгика» была флагманом бельгийского морского порта науки в течение 37 лет. Плавучая лаборатория исследовала почти миллион километров моря и провела более тысячи научных кампаний. Вскоре судно получит новое имя и начнет научную деятельность. Аэропорт Киев закроют на реконструкцию. Строители демонтировали старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона. Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров. По оценкам аэропорта бюджет работ может составить от 2 до 4 миллиардов гривен. Средства планируется привлечь из киевского городского бюджета, либо путем привлечения частных инвестиций. Ну а в Киеве начали работы по достройке Дарницкого моста. На площадку уже завозят технику и готовятся к строительству съездов на левый берег. Напомню, Дарвинский мост лишь частично введен в эксплуатацию. В 2010 году открыто движение для железнодорожного транспорта, а также съезды и заезды автомобильной части моста на правом берегу. В Укрзалезнице сообщают, что работы по достройке моста должны быть полностью завершены до конца следующего года. Обойдется достройка в миллиард гривен. Саженцы деревьев в обмен на макулатуру. Такую акцию организовали в Днепре. Предложили горожанам, школам и различным департаментам собрать ненужную бумагу. И вместо них получить и высадить дерево. Что из этого вышло, видели наши коллеги из новостей Украины. Старые книги, журналы, картонные коробки и списанные тетради. Все это за несколько дней в 37-ю школу приносили ученики. С родителями разом дети приносили сразу по 10-20 килограмм каждого дитина. Всего собрали почти 800 килограмм макулатуры, чтобы обменять их на саженцы деревьев и растений. У нас была мрія – это створить мини-ботанический сад. Мы выбирали самые интересные, необычные. Это и катальпа, которая ярко цветет, имеет яркие цветы. Это и модрина. Это, конечно, и есть у нас такие растения, как гингводволопотевая. Это реликтовая растения. Растения привезли из ботанического сада. Макулатуру удалось собрать на полтора десятка саженцев. По 70 килограмм за каждый. Ее теперь отдадут на переработку. Мы извольняем место на наших сметезвалищах. И мы высаживаем вместо этого дерева, которое будут вырабатывать чистое воздух для нас. В акции уже приняли участие два десятка городских школ. Все вместе собрали более трех тонн макулатуры. Все школы, в зависимости от того, какую количество макулатуры они набирают, они получают такую количество насажений. Это акция с обменом «Обменять папир на дерево». Акция продлится еще месяц, пока можно будет высаживать, полученные в обмен на макулатуру растения. Таталья Ягуса, Владимир Штенгелов, Новости Украины. 30 экспонатов, самый древний из которых датируется второй половиной 17 века, теперь можно увидеть в сокровищнице Национального музея истории Украины на территории Киево-Печерской Лавры. Уникальные драгоценные экспонаты, дары от казацкой знати храмам Лавры, которые чудом сохранились, на выставке побывала наша Лариса Зубенко. Целый год организаторы собирали уникальные экспонаты. Все это дары от казацкой старшины местным церквям. Тогда традицией было заказывать у ювелиров эксклюзивные изделия и жертвовать их церкви. Священники же молились за здоровье меценатов и их родных. Эти предметы для богослужения подарил церкви гетман, войско Запорожского Иван Самойлович. Их, по словам историков, изготовили в 1686 году. За мову на вспомин души своих померлих детей Семена Ивановича, который уже был полковником на тот час, и на него покладались большие несподевания. И Параскева Иваневна, которая уже стала дружиной Шереметьева, генерал-губернатора Киева. И там были такие своєридные политические расклады, но в один год они помирают. Это было очень большим ударом по Самойловичу. Есть здесь и уникальные издания Евангелий, украшенные золотыми драгоценными камнями. Эта книга 1722 года, в коштовном окладе и в центре усаме изображения Лавры. Засновники монастыря Антоний и Феодосий Печерский. Мы это изображение взяли из митры. Митра-метрополита золота. Второй половины 18-го столетия. Такие митры носили митрополиты. Вона є уособленням тернового винца-спасителя. Выготовлена золота, прикрашена перлами, эмаловыми дробницами, медальонами. Выставка имеет особую ценность, ведь экспонаты – драгоценные реликвии, которые чудом сохранились на протяжении трех веков. Воссоздание этого собрания огромного, по сути, это было как большое музейное собрание. Действительно впишет еще одну страницу в историю украинского искусства и в историю Украины, когда мы сможем восстановить имена этих людей, вспомнить о них. Выставка экспонатов времен украинского казачества продлится до 31 декабря. После все эти объекты можно будет найти на стендах Национального музея истории Украины. Лариса Зубенко, Максим Градобык, Новости Украины. Вэльбой, который прославился на всю страну песней «Гусы», выпустил новый трек «Вышний». Кроме этого, сразу же презентовал и клип на эту песню. Все в его стиле – украинский колорит, легкий юмор и бит, под который тело автоматически начинает двигаться. Сам Вэльбой описал новый хит так. «Вышний» – это просто разрыв. Вся песня продумана так, чтобы западать в душу и в то же время не надоедать. Прослушав трек хоть сто раз, вы будете находить что-то новое в звучании. «Вышний» – это просто разрыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова